Вечерний эфир ТСВ, продолжает программа «Экспертное мнение». В студии работают Яна Раховская и Александра Гашицкая. Ну, пасхальные праздники подходят к концу. Все мы помним, какой ажиотаж был на рынках накануне. Просто толпы людей. Думаю, сейчас их уже стало немножечко поменьше. А также будем надеяться, что цены тоже вернулись к допраздничным. Так это или нет, на рынок отправилась наша коллега, корреспондент ТСВ Ирина Руснак. Ира, привет! Привет! Расскажи нам, пожалуйста, что там на рынке происходит. Да, здравствуйте, коллеги! Что сказать по рынку? Да, сегодня людей здесь достаточно, но, наверное, все-таки меньше, чем перед Пасхой. Все-таки пасхальный ажиотаж, он, наверное, самый большой за весь год. А сегодня люди тоже есть, конечно, тоже покупают. И в основном, сегодня мы наблюдаем очереди у прилавков с овощами. Ну, а самый популярный, на мой взгляд, товар, товар дня сегодняшнего, это, конечно, клубника. Ее массово уже привезли на рынок, начался тот самый массовый сбор. Я не припомню, чтобы в первых числах мая была клубника. Причем такая, по таким ценам, да? Да, не 80, не 100 рублей за килограмм. Мы видели фотографию 30-35, клубника. Это не фотошоп, Ир? Действительно такие цены? Потому что мы с Сашей на рынок пока что так и не забрели еще. Да, действительно, на рынке клубники сегодня не просто много, но еще и цены на нее довольно приятные. Вот нам рассказали продавцы. Перед Пасхой клубника была 70-80 рублей. Сегодня просят 40-45 рублей за килограмм. Люди нам рассказали, что пару дней назад клубнику они видели и по 30 и 35 рублей. Это действительно было так. Были такие цены. Продавцы объясняют это тоже достаточно просто. В те дни просто клубники больше собрали, больше ее привезли на рынок, поэтому и цена была чуть-чуть ниже. Сегодня 40-45 рублей, самая дорогая 50 рублей. Но люди берут, кто по килограмму, кто по два. Говорят, что уже давно ждали, да, к клубнику всем хотелось попробовать. Ну и действительно, такого еще у нас не было в Приднестровье, когда клубничный сезон начался вот так вот рано. Еще нет середины мая, да, на прилавках у нас уже много клубники и цена на нее довольно-таки приятная. Обычно такое у нас было в конце мая, да, мы все помним. Что рассказали нам продавцы? Все просто, как и с цветами, как и со всем остальным в этом году. Все решила погода. Солнца в апреле было очень много, было достаточно тепло. И клубника краснела, поспевала, созревала. Еще нам рассказали сегодня продавцы, что созревает она, если в прошлые годы, да, как обычно это было. Одна-две краснели клубнички. Сейчас вся сразу, да, поспевает, краснеет, поэтому ее так много. А не может быть такого, что сейчас ее будет много. А потом мы останемся вообще без клубники. Все хором отсветет и никогда не останется. И когда нужно будет закатывать компот и варенье, клубника исчезнет. Яна, когда у нас появится время дойти до базара, ее там просто не будет. Все съедят или просто раскупят. Да, но на самом деле ждать, наверное, самого разгара клубничного сезона не стоит. Уже можно идти за клубникой на рынок прямо сейчас. Вот мы сегодня услышали такое мнение от продавцов, что в этом году, хоть сезон у нас клубничный начался раньше, но как он рано начался, так он и рано может закончиться. Потому что клубника поспела, можно сказать, вся и сразу. Вот этих волн, да, когда будет еще клубника, еще в этом году будет гораздо меньше. Поэтому, скорее всего, клубничный сезон в этом году будет короче. Из желания, из желания. Любят закатывать компоты. Да, надо ему поторопиться. Эта неделя следующая, ну, наверное, до конца мая клубника будет. Но уже сейчас вот ее много и надо брать. А что за сорта? У меня, вот, по моим наблюдениям, первая клубника, она почему-то слаще, чем та, которая будет потом. Ну, вот как-то оно так получается. Что касается сортов, наверное, они уже для нашего уха традиционные такие, да, что мы слышим, что есть на рынке, что у вас за сорта. Во-первых, нужно сказать, что клубника местная, это кицканы, копанка, но и по сортам это клэри, мармеладная клубника, как мы ее привыкли называть. То есть привычные сорта, здесь ничего нового нет. А вот по сладости, здесь, наверное, на вкус и цвет, как кто чувствует. Но нам рассказали сегодня такую вещь. Из-за того, что сейчас на улице днем тепло, да, солнца есть достаточно. Ну, а вот ночи холодные достаточно. И клубника не успевает добрать, набрать ту самую необходимую сладость. Поэтому, ну, по мнению продавцов, клубника сейчас не такая сладкая. Хотя люди сегодня пробовали и говорили, ну, вкусная, сладкая. Видали и покислее, да? Надо брать. Да. Главное, что ранее. Мы обсудили с тобой цены на клубнику, но хочется поговорить про цены и вообще в принципе, да. Все-таки перед праздниками по многим позициям, например, тоже мясо, оно подорожало. Если до праздников около 90 рублей можно было найти, то, да, в пасхальное время вот 120 рублей за мясо уже просили. Что сейчас скажешь? Вернулись ли цены вот к прежним цифрам? Ну, наверное, тенденции тоже такие традиционные. После праздников цены вернулись к прежним значениям. Что касается мяса, то свинину сегодня продают по 90-95 рублей. А вот говядина, наверное, все-таки подешевела, но совсем чуть-чуть, по 120 рублей. Продавцы нам объясняют это тем, что говядины сейчас мало, поэтому и цена на нее продолжает держаться. Яйца тоже подешевели, перед Пасхой они были 20-21 рубль, сегодня можно было найти за 18-19 рублей. А по овощам тоже тенденция к снижению цен. Ирочка, я уже заметила, что на прилавках появилась черешня ранняя, много ее? И это вообще местная или все-таки привозная пока? Да, черешню мы сегодня видели, но ее совсем мало. Я ее видела буквально в нескольких местах. Три-четыре прилавка. Это та самая майка, да, майская черешня. Она совсем меленькая. Не знаю, на вкус не пробовала, но, наверное, не слишком. Она сладкая, если учитывать, да, что еще ночи холодные. И черешни мало, но она местная, да, уже поспевает, созревает. И тоже, как рассказали нам сегодня продавцы на рынке, черешня в этом году нас будет радовать, так же, как и клубника, ждут большого урожая и черешни, и вишни. То есть деревья хорошо прошли эту пору цветения, да, не попали ни в какие заморозки, было много цветов, поэтому и урожаи ждут хорошие, а значит и цены на черешню и вишню будут такие же приятные, как и на клубнику. А что насчет молодой картошки? Ее уже вроде бы тоже везде много и именно местной. Действительно ли это так, это местная, или к нам еще завозят молодую картошку? Я смотрю на эти цены, 30-35, я где-то увидела цена на молодую картошку. Я думаю, зачем я ее садила вообще на две недели назад, зачем? Если вот пришел, купил, и цена как бы вполне себе демократичная. Я вам скажу, коллеги, цена на молодую картошку сегодня еще ниже, уже по 26-27 рублей мы видели. И действительно, хоть многим и не верится, но картошка у нас местная, местная на рынках, на прилавках. И как нам рассказали продавцы, садили они ее в феврале, да, в конце февраля. И есть сорта вот 30-дневка, 40-дневка. Она как раз успела созреть, да, картошка. И еще одно доказательство того, что она местная, ее выращивали у нас, но под пленкой. Под пленкой ей было хорошо, хорошо она себя чувствовала, поэтому местная берите, не бойтесь. Хорошо, картошка, черешня, клубника, летний рынок просто во всей своей красе. Что еще из новенького вот появилось сейчас на рынке? Ну, из новенького, наверное, и тоже из долгожданного все любят у нас зеленый горох. Цена на него, конечно, пока еще не такая приятная, как на клубнику. Самый дешевый мы сегодня видели по 60 рублей. Вообще горох продают и по 70, и по 80, но люди тоже берут, потому что горошек зеленый, мы знаем, он быстро проходит. И те, кто любят молодой, вот тоже сейчас покупают, берут. Ну, а из овощей все привычное, да, огурцы. Продавцы нам рассказали, что они тяжело сейчас идут, им холодно, огурцам холодно, но цена на них 25-27 рублей на огурцы. Из каких-то новинок еще больше, пока на рынке мы ничего не видели, много клубники, появляется черешня, зеленый горошек. Либо я стала чаще есть зелень и обращать внимание на нее, но у меня такое ощущение, что вот опять в этом году ее как-то больше. И рукола, и кинза, и петрушка, и укроп, и очень много всего. Да, зелени действительно много, мне кажется, даже прилавков, на которых продают эту самую зелень, стало на рынке как-то больше. И выращивают ее, мне кажется, чаще. Действительно, и прям такой подходишь к прилавкам зеленью, чувствуется аромат, и люди берут. Мы сегодня видели девушку одну, у нее тележка была полностью забита зелеными продуктами, можно будет так сказать. Много пакетов зеленью, да, салат, рукола, петрушка, клубнику видели мы там у нее, помидоры, огурцы. Да, вот люди стараются сейчас брать все свежее. Это еще мода на смузи, 100%. И на правильное питание, смотри, зеленая корзина, это уже красота. Слушайте, ну у меня есть желание, еще раз повторюсь, просто сейчас выйти из студии, пойти на зеленый рынок. Я вижу, там люди еще ходят, продавцы тоже еще там. Значит, нужно идти и закупаться. И я надеюсь, ты тоже отправилась на рынок и вернешься туда не с пустыми руками, потому что, ну, грех не привести всю эту красоту. Ир, нам нужна клубника, немного горошка. Яна, потом, спирешься за эфиром. Я позвоню. На связи была наша коллега, журналист ТСВ Ирина Руснак. Весны толком не было, мы сразу нырнули в лето. Привычной сирени нарциссов в этом году, да, в мае мы не увидели. Сирени уже тоже нет, кстати. Что происходит с природой? На эти вопросы не только отвечает инженер-дендролог Татьяна Негревода. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, нам же не показалось. Вчера на мемориалы люди шли с ирисами, шли с пионами. Никакой сирени, привычного набора цветов, букетов, как и у Победы, в руках ни у кого не оказалось. Что происходит? Где нарциссы и тюльпаны, Татьяна Васильевна? Украли весну у нас. Нарциссы и тюльпаны у нас уже недели полторы как отцвели. Это мы не внимательны. И сирень тоже. Сирень невозможно уже найти цветущую. Она уже полностью даже обрезку. Мы делали уже обрезку соцветий отцвевших. Это нормально вообще, что так происходит? Ну, немножко непривычно для нас. Но знаете как, погода есть погода. Как ни говори, но мы привыкаем ко всему. Ну, непривычно, конечно, непривычно. Пионы уже отцветают. Уже только поздние сорта у нас красивые. Такие бордовые и розовые. Да, уже привычной весны для нас нет. Мы почувствовали хорошее лето в апреле месяце. Поэтому в мае месяце мы чувствуем такую. А вот цветение тюльпанов и нарциссов, интересно, оно хотя бы свой срок? Они успели отцвести? Или ладно, зацвели раньше и потом очень быстро отцвели? Как это было? Ну, отцвели, если взять по прошлому году, то у нас в дендропарке они отцвели немножко раньше. То есть период цветения сократился где-то на 2-3 дня, но они меньше цвели, чем в прошлом году. Там такие толпы в том дендропарке были, что, мне кажется, все успели и насладиться тюльпанами, и сфотографироваться с ними. Но вот по городу сейчас на клумбах, я видела, уже розы начали распускаться. Это какие-то ранние сорта или нет? Нет. У нас розы все одинаково всегда начинали цвести. И просто в этом году получилось так, что апрель был теплый, просыпание почек, само растение проснулось быстрее, оно пошло больше в рост, были дожди, обильные дожди, которые поспособствовали бутонизации быстрее. Да, розы у нас прекрасно уже сегодня, клумба возле ПГУ практически открылась, вся роза. Розам ни по чем, да? Судя по всему, такой климат, который меняется в теплую сторону, розам ни по чем. Нет, это кустарник, который... Шиповник растет везде, а роза это наш шиповник, только привытой, только разные сорта. Ну, все-таки, если вот обычно как, если в природе что-то идет не по плану, значит, это обязательно нам всем чем-нибудь аукнется. Ну вот они зацвели сейчас, а в июле мы что, в пустыню здесь превратимся? Ничего не будет? Сплошной асфальт и пожухлая трава вместо роз, не знаю, одни шипы останутся. То есть она сильно так улыбается, явно, мне кажется, нет, все будет не так. Нет, не будет так. Мы постараемся подключить уже на следующей неделе капельное орошение на все розы, благодаря тому, что есть вода, благодаря тому, что есть полив, мы будем также любоваться розами. Просто сейчас, как я говорила раньше, что у нас увеличится, будет на одну цветение больше. Ну, если у нас будет красивая, хорошая осень, как теплая. Если осень будет ранней, то, соответственно, и волна цветения. Но обычно, вот если так взять по погодным условиям, то есть ли вот такая ранняя весна, все, то осень более дождливая. Вот по моим наблюдениям, более дождливая осень. И розы, соответственно, уже не так обильно осенью цветут. Кстати, в прошлом году, мне кажется, до ноября, вплоть до ноября еще оставались на клумбах вот бутоны открытых красивых роз. Будем надеяться, что в этом году все-таки действительно вот эта смена сезонов, она нам в плюс будет. Мы застанем еще больше цветов. Хорошо, но все-таки как-то вы подстраиваетесь под изменения природы? Мы говорим о том, что климат меняется в сторону вот таких более теплых погод, более высоких температур уже не первый год. Каким-то образом город перестроился на эти изменения температур? Список цветов поменяли? Может, пальмы уже придумали завозить? Я бы не сказала, что мы сильно поменяли списки и все. Ну, конечно, уже больше переходим на многолетние цветы. Хочется, чтобы это было. Однолетних меньше стало. Вот у нас в этом году меньше однолетних цветов. Но я хочу сказать, что это никак не влияет на смену климата. Просто многолетние цветы более рентабельны для города. Поэтому больше роз, больше кустарников, больше многолетних. Вот по городу у нас клумбы начинают... Мы в прошлом году обременяли цинерарий. Это тоже многолетнее интересное. Мы стрижем из нее живые изгороди. Тоже хочется где-то... Будем добавлять ирисы, традисканцию садовую, вот тоже герань крупнокорневичную. Они очень хорошо себя чувствуют. Седумы, хорошо чувствуют себя в городе. То есть кактусов и пальм не предвидится. Все-таки пока, да. Поговорим через годик, если... Да-да. Очередные высокие температуры. Кстати, про температуру. У нас есть такая традиция на ТСВ в социальных сетях. Каждое 9 мая мы подводим... Температурный итог. Что было на протяжении 15 лет, какая была температура именно 9 мая. И что интересно, несмотря на такое стремительное лето, которое пришло к нам в города, температура в этом году не была какой-то рекордно высокой. Она даже скорее из этих 15 лет ближе к более холодным показателям, эти плюс 19. В 2013, если не ошибаюсь, было 23-26, что-то вот в таких цифрах. Какое-то несоответствие получается. Ну, я вам хочу сказать, что растения в этом году, вот отцветание наших весенних растений, к которому мы привыкли к 9 мая, это благодаря теплу в апреле. Если бы у нас в этом году была такая же погода, как в прошлом году, мы в прошлом году почувствовали именно ту весну, которая есть. Холодный апрель с дождями. Ну, не сильно, но нормальные температуры. Дожди обильные. И в мае, соответственно, у нас было, у нас просто цветение тюльпанов, так попалось в прошлом году, отцветание или конец цветения были на майские праздники. И благодаря этому много людей посетили дендропарк. В этом году вот этот апрель, вот этот циклон, который был в апреле, он и дал вот это. Это не говорит о том, что хоп, всё, у нас меняется климат. Нет. Но при этом, да, мы можем увидеть какие-то разницы, так будем говорить. Какой может быть обычная весна, какой может быть тёплая весна. Поэтому... Да, снег в апреле мы тоже уже видели. Слушайте, но... Сюрпризы, наверное, закончатся. В продолжении перепадов днём-то тепло, да, у нас плюс 20, плюс 25 даже. Но ночью-то холодно довольно-таки. Вот как растения эти перепады переживают? Растения на клумбах, эти перепады, как, нормально. Они достаточно, вот я сегодня прошлась, растения хорошо себя чувствуют, даже где-то пересыхает земля, мыло пересохшее. А вот в горшках, вертикальное озеленение, которое у нас в горшках, мы должны контролировать полив. Потому что если растение будет сильно мокрое, ночью будет холодно, соответственно, начинаются грибковые заболевания корневой системы. Поэтому мы, например, после выставления цветов был полив, хороший полив, вот два дня мы уже не поливаем. Мы им даём возможность, как бы, чтобы вот эти перепады, ночные перепады, оно и просохнет сильно, но чтобы не было там сильно мокро. Иначе будут грибковые заболевания. Контейнерное озеленение в таких перепадах и погодных условиях страдает, да. Хорошо, вы сказали, что уже сейчас местами земля подсохла. Но это пока всё ещё май. Обычно мы говорим про засуху, про то, что землю, не знаю, не разбить лопатой, она вся комками и огромными трещинами уже в середине июля. А вот с этой точки зрения, насколько всё хорошо или всё плохо? Ну, сейчас, если взять парковую зону, вот линейное озеленение, да, оно уже начинает подсыхать. Это деревья, да? Давайте сразу поясним. Деревья, кустарники, которые вдоль дорог, да? Вдоль дороги, вдоль наших дорог, да. Там быстрее высыхает земля, быстрее газон высыхает, всё остальное. Но в парковых зонах, где есть высокорослые деревья, где есть достаточно большое количество кустарников, там достаточно ещё влажно. Поэтому на сегодняшний день, если мы дождёмся, и будет ещё дождики на следующей неделе, будем надеяться, то наши растения-газоны ещё не будут пожухлые. Мы также придём к пожухлым газонам и травке уже в июне, конец июня, начало июля. Татьяна Васильевна даёт понять, что всё под контролем у неё, да, у спецзеленстроя. Вот каждый раз, круглый год, я обращаю внимание, что работники спецзеленстроя постоянно что-то делают. На клумбах обрезают, что-то там поливают. В общем, с пяти утра они начинают уже работать. Да, да, да. Я всегда говорю, что вы молодцы, действительно хвалю, это, ну, видна ваша работа. Вот что сейчас делаете? Ну, сегодня у нас покос газона, так как у нас скоро будут проводы. На кладбище мы наводим порядок в вечно зелёных изгородях, на Аллее Славы, на могилах, где много захоронений военных, и в том числе и участников, и защитников, и как Приднестровья, так и Великой Отечественной войны. Поэтому сегодня, на сегодняшний день у нас все силы брошены вот именно к уходным работам на кладбищах. В общем, у вас просто перерыва нет, в принципе. Отдых им только снится. До 9 мая нужно было успеть город привести в порядок, а это, на секундочку, около 40 тысяч цветов вы мне называли. Это вот клумбы вместе с вертикальным озеленением, это вот эти арочки все. На них уже появилось что-то? На арках вот до 9 мая уже пчёлки всё расставили, уже везде цветочки есть. А что за цветы-то тянусь сильно? Сурфинии, как ежегодно, у нас всегда сурфинии. Они не страдают? Не страдают от наших температур странных? Ну вот я говорю, что мы стараемся регулировать полив, чтобы не дать возможности корневая система, чтобы они прижились. Но для них вот такая уличная, комфортная температура хорошая сейчас. Они как раз акклиматизируются. Будем в цветах, в общем. Но мы уже в цветах. Ты просто мало выходишь на улицы. Там вокруг разнообразие цветов. Новые сорта появились. Сурфинии, которые ещё многие называют петуними, что не совсем верно, да? Чем петунии у нас отличаются? Ну-ка, подскажите нам ещё раз, пожалуйста, от сурфинии. Ну, петунии у нас более кустовые цветы. Что сурфиния, что петуния – это то же самое семейство, род. Но просто петунию мы чаще всего встречаем на клумбах. Да, её можно выращивать и в горшках, но мы больше её высаживаем на клумбах. Сурфинии – это цветы более ампельного значения. То есть они свисают, они очень красиво себя ведут и красиво смотрятся в кашпо подвешенных вот таких. Поэтому сурфинии отличаются. Ещё вот для петуний в горшках, вот если мы посадим петунию в горшках, она более… мне… по моим наблюдениям, она не так сильно разрастается, как сурфиния. А вот в земле она разрастается и становится… Каждому каждый цветочек под свою среду заточек. Саша, мы не оценили фон. Фон прекрасен. По-моему, подтверждение того, что с нами на связи дендролог. Красота. Я не люблю цветочек. Татьяна Васильевна, вы затронули ещё тему, что сейчас подготавливаетесь к поминальным дням, убираете на кладбищах вместе со своими ребятами-специалистами. И не могу не вспомнить сейчас, вот так как зашёл разговор, историю. В парканах ребята организовали вот такой выход спонтанный, просто обычные жители села, выход на старое кладбище, поиск могилок, солдатов, офицеров, воинов, участников Великой Отечественной войны, заброшенных могилок. Люди самостоятельно где-то убирали, красили оградки, красили могилки. Этими работами занимались. Я хочу призвать всех делать это, не останавливаться просто на возложении 9 мая. В Спитзеленстрое, на самом деле, вот в Спитзеленстрое Террасполе работает очень небольшое количество человек и работа делают колоссальную. Поэтому, если вдруг наши телезрители в ближайшие дни планируют посетить лопаты, сапы, краску, кисть. Убрали могилку своих родных, и было бы здорово, если бы обратили внимание ещё и на вот такие захоронения заброшенные. Чудесное завершение. Я считаю, что как раз солнечная погода, почему бы и нет. Татьяна Васильевна, спасибо, что нашли для нас время. Мы будем следить за тем, какие новиночки появляются у нас в городах, за нашим цветущим террасполем. Это уже как Вест стал. Вышел в город, посмотрел. Так, на этой клумбе всё стабильно, а на этой что-то новенькое. Так, Татьяна Васильевна, что это? Оставляйте нам подставочки такие. Мы ищем и радуемся каждый раз, когда находим. Спасибо большое. А это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости на ТСВ. Все важные события этого дня. Не переключайтесь. Субтитры기도 Ирина spotter. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...